Креативная жилищная афера в Черкассах. У женщины, у которой не было близких родственников, но была двухкомнатная квартира в центре города, после смерти вдруг появился сын. Его, правда, никто не видел, но квадратные метры он успешно продал. Как провернули эту схему, выясняли мои коллеги. На этих кадрах местного телевидения спасатели вскарабкиваются по лестнице, чтобы попасть в квартиру в центре города. Здесь жила Елена Сергеева, работала преподавателем. Несколько дней не выходила на связь и коллеги начали тревожиться. Оказалось, Елена Сергеева умерла в июне. Спустя 4 месяца Таисия Тереченко продолжает оплачивать ее коммунальные счета. Близких у женщины не было, но совсем недавно оказалось, что они есть. Сосед Елены рассказывает, что после ее смерти квартиру опечатала полиция. Там остались все документы покойной. Ключи были у следователя. Владимир уверяет, не раз видел неизвестных, которые наведывались в квартиру. В августе эти печати периодически срывались, я их подклеивал. А в начале октября в этой квартире появились квартиранты. Начали вывозиться вещи. То есть мы задали им вопрос о старшем дома, что происходит. Они сказали, что квартира снята через агентство. Чтобы выяснить хоть что-то о новых собственниках жилья, мы связались с риэлтором, с которым общались соседи Елены Сергеевой. Девушка оказалась весьма неразговорчивой. Алессию я могу услышать? Да. А кто спрашивает? Мне посоветовали и дали ваш номер как риэлтора. Вы вообще куда звоните? Я не знаю. За последний месяц квартиру Елены Сергеевой дважды успели передать из рук в руки. К нам попали документы, которые подтверждают махинации. Еще в 2012 году, когда Елена Сергеева была жива-здорова, ее якобы сын Виктор Литвиненко через суд получил права наследства на жилье. Вот решение суда, где четко сказано, Сергеева Елена Борисовна умерла 21 июня 2011 года. Затем сын за долги передал недвижимость некой Елене Кононенко, а та в минувшую пятницу продала квартиру третьему лицу. Узнать об этой истории что-либо в полиции сегодня нам не удалось. За отсутствием состава преступления производство о смерти Сергеевой давно закрыли. Правда, после заявления о незаконном завладении жильем от подруги покойной Елены Сергеевой в полиции открыли новое производство. Но чем закончится эта история с квартирным вопросом, пока неизвестно. Ольга Клюева, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер.